В Российском государственном торгово-экономическом университете случился бунт. Студенты недовольны тем, что университет собираются реорганизовывать. Мы приехали среди ночи для того, чтобы поговорить с недовольным студенчеством. Университет собирается реорганизовывать, при этом используя сфальсифицированные показатели. 7 ноября был дан официальный ответ РГТУ с предложением министерства использовать показатели реальные, которые есть в бухгалтерской отчетности, которые есть во всех отчетностях, которые предоставляет ВУЗ соответствующий орган. Все-таки университет это подотчетное достаточно ведомство, тем более государственное. Но реальные показатели нас не услышали, реальные показатели приняты не были. И непонятные какие-то показатели, которые в полтора раза занижены, на основе которых мы получаемся неэффективными. Это выгодно тем, кому достанутся площади нашего университета и тех ВУЗов, которые закрыли или планируют закрыть. То есть есть какие-то лоббисты? Ну, они всегда есть. Всегда в любом месте есть лоббисты. Но это уже касается не нас, наша задача, чтобы ВУЗ просто не закрыли. Если его закроют, если его организуют, уже нам будет практически все равно, куда достанется наша территория. То есть нас уже это будет мало касаться, потому что нас уже не услышат тогда. Наша задача, чтобы этого не произошло. Наша задача, чтобы нас услышали, чтобы услышали наш призыв, то, что мы поступали в РГТУ, мы учились в РГТУ и мы хотим учиться в РГТУ. Прецедент неприятный, как для Министерства образования в целом, так и лично для главы ведомства господина Ливанова. Мало того, что данные по эффективности РГТУ сфальсифицированы, опыт данной забастовки могут перенять учащиеся других ВУЗов. Ведь по стране под сурдинку оптимизации намечается множество подобных сомнительных слияний. А в итоге получаются уже не ВУЗы, а какие-то коммуналки. И пусть студенты говорят о том, что их акция далека от политики, но политический аппетит всегда приходит после бесполезного насыщения конформизмом. Завтра уже встающая Министерство образования с радостью, начальником департамента. Будет некое общение по этому вопросу и посмотрим, во что это выльется. И возможно завтра уже будут какие-то действия от Министерства понятные. В РГТУ нет революционных настроений. Здесь не говорят о политике. Здесь говорят только о том, что студенты хотят учиться. Они хотят получать качественные знания. И очень довольны своим коллективом, а также теми, кто их учит. И возможно правительство прислушается к их мнению. Возможно. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Продолжение следует...